В эфире Ньюсейдер. Израильский поэт Марк Эппельзафт и мы поговорим с ним о том, что происходит в Израиле, как он, Марк, переживает вот этот конфликт, как он видит его истоки и как он видит роль России, в чем здесь рука Москвы. По словам Марка, она достаточно сильна и он уверен. Кремль на стороне в конечном итоге тех сил, которые противостоят Израилю. Об этом и многом другом в нашей сегодняшней беседе. Марк, спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Мы очень благодарны вам за то, что вы нашли время, чтобы рассказать о том, как вы видите и чувствуете то, что происходит сейчас в Израиле, который, как я понимаю, стал фактически весь. С зоной военных действий, особенно учитывая, что, опять же, как я понимаю, дальность действия ракет террористов фактически потенциально охватывает почти всю территорию страны. Особенно вот те дальнобойные ракеты, которые у них, вероятно, есть. Тем не менее, мы видим, что сейчас вроде бы Хамас запросил перемирие, по всей видимости, в результате успешной спецоперации израильской армии. Вот. Но в первую очередь, конечно, мы поговорим о том, что вы ощущаете, как вы видите эту войну. Вот вы поэт, литератор, и я бы хотел услышать от вас в первую очередь, вот что ваша душа говорит об этом, о той трагедии ужасной, которая происходит. Хорошо. Ну, если позволите, я начну с короткого стихотворения, которое написано, правда, не сейчас, несколько лет назад. Но это мои ощущения от той напряженности, которая здесь постоянно, не только сейчас во время войны, постоянно витает в воздухе. Я сейчас его прочту. Оно называется «Иерусалим». И вот нынешняя война, вот нынешний эпизод войны, скажем так, он начался именно с обстрела Иерусалима, в день Иерусалима. Вы понимаете, это было символически выбрано. И до того были несколько дней страшные беспорядки на храмовой горе и столкновении экстремистов, исламистских нашими силами безопасности. И мы очень себя ведем, очень стараемся гуманно в этих столкновениях себя вести, чтобы не было жертв, чтобы не было поводов у них давать на Запад и мировой общественности неправильную картинку о страшной израильской военщине, понимаете. Вот я сейчас прочту стихотворение. Под веками ничьими сны ничьи, в том городе, где сумерки, как птичьи простые души, сколько ни кричи о славе, о победе, о величии, вещественный лишь ужас или страх, подобное короткой вспышке время и светонадпись на семи ветрах. Спаси, Господь, свое шальное племя, узоры неприглядные в окне, в краях иных мелькавшие когда-то. Что делать? На войне, как на войне. Страшнее, если брат пойдет на брата. В чем сущность этих смут и этих мест, где гибнет род за родом голос вещий, в том городе-репейнике, где крест, несом над миром, вечной жизнью вещий. В том напряженном холоде, где дух, дно иеговы, нас влечет к истокам. Здесь тьма и свет, и зрение, и слух сливаются во дно пред высшим оком. Мы вздрогнем в пробуждении ночном, а где-то вспышки слепят, взрывы рушат. Идет война, и темень за окном. Идет война, спасите наши души. Ну, вот такое стихотворение. И его концовка, оно написано 6 лет назад. Его концовка, это ровно та атмосфера, которая сейчас царит в Израиле. Но я вам должен сказать, что это не впервые. А вот что впервые, это такой наглый, беспрецедентный, скажем, многоракетный, если количество ракет вспомнить, сколько они за эти дни стреляют. Многоракетный обстрел жилых кварталов еврейских городов израильских и мирных жителей. Вот такого массированного плотного обстрела за все время, что у них есть ракеты, и вот это примерно где-то 21 год, не было никогда. Хотя очень много раз уже обстрелы проходили. И я жил несколько лет в городе на юге Израиля, который постоянно подвергался. То есть я знаю, что это такое, эти бомбоубежища. Но до того, я здесь с 90-го года, до того это была совершенно другая история. Саддам, когда бросал в 91-м ракеты. То есть Израиль имеет огромный опыт в этом смысле. Но вы знаете, всему есть предел, и народ уже, очень многие люди, вы представляете, что такое старики, дети, которые попадают. Это страх, это психологическая неустойчивость. Не говоря о том, что уже понятно, погибшие есть. Вот сейчас и раньше тоже бывало намного меньше. Сейчас за эти несколько дней большое количество, очень большое количество раненых, и есть погибшие от прямых попаданий. Потому что столько выпущено было ракет, что уже даже не справлялась система нашей защиты. Вот этот купол знаменитый, который изюльтяне придумали. Вот. И атмосфера, конечно, напряженная. И атмосфера страха, например. Но, с другой стороны, конечно, армия пытается, как всегда, профессионально что-то делать. Но чувствуется, что у нас скованы руки, потому что есть мнение мирового сообщества. И не просто мирового сообщества, а лидеров, там, и государств. И людей, которые как-то влияют на какие-то дипломатические отношения с Израилем. И на финансовые вопросы. И все чувствуется, что Израиль танцует на таком, знаете, как канатоходец. На тонком канате, балансируя, пытаясь одновременно и решить эту проблему. И чтобы в мире не поднимался тот шум, который обычно поднимается, вы знаете, ведь искажается. Правда, потому что показывают в основном страдания другой стороны. И не показывают цепочку, алгоритм, что за чем следует. Это очень важно. Расскажите, пожалуйста, нам, вот на ваш взгляд, действительно, с чего началось, кто виноват и кто первый начал стрелять в этом витке конфликта. Значит, я скажу, как я вижу. И мне кажется, что это так, вот оно так происходит. Дело в том, что прямо с 93-го года, когда были заключены мирные соглашения, в кавычках я их назову мирными, ОСЛА с организациями, которые раньше декларировали свои цели уничтожения государства Израиль. И в Израиле, и во многих странах мира считались террористическими. ООО по организации служения Палестины. Хамас тогда не был, он не был нашим партнером. И сейчас как бы неофициально, официально не считается, что мы с ними заключили соглашение. Просто по факту мы с ними сотрудничаем, потому что они власть в Газе, например, приходится туда давать деньги на нужды автономии. И на какие-то, в общем, короче, и деньги, и ресурсы. Но, в принципе, это началось с того, что подписали соглашение с террористическими организациями, которые на бумаге подписали, что они признают Израиль. А это де-юре. А де-факто, как только, значит, были подписаны соглашения, и как только Арафат приехал с людьми своими из Туниса, которые до того, в советское время, проходили стажировку, так сказать, на базах КГБ Эйштази, и Израиль передал им в руки 40 тысяч стволов, тут же начался террор. Не мы первые стали стрелять. Наше желание было какое у евреев? У евреев какое желание? Жить в мире и дружбе. Знаете, как у кота Леопольда. Значит, давайте жить дружно. Значит, нам сказали формально на бумаге, да, получили все стороны, подписавшие это соглашение, Нобелевские премии мира, как всегда это так, с помпой. И через некоторое время после того, как воцарился Арафат и его архаровцы, начались по всей территории, где они располагались, эти новые силы безопасности, получившие наше оружие, начались теракты, обстрелы израильских дорог, машин с мирными гражданами. Не просто там по армии что-то такое, а именно по мирным гражданам лупили, то есть террористические действия. В израильских городах, я с 90-го года, по 93-й, скажем, я три года прожил без этих соглашений, тут не было их, ничего подобного не происходило, была тишь да гладь в основном, и более-менее ничего, отношения, не любовь, конечно, дружба, жвачка, но более-менее такие деловые отношения с теми людьми, которые проживали на территориях. Бизнес-отношения, какие-то гуманитарные вопросы и все. Не было ощущения, что катастрофа прямо. Это было навязано, навязано несколькими силами нам этот мирный договор. Правый сектор израильской политики возражал, социалистическая партия, которая была тогда у власти, подписала это, лелея свои вот эти идеи мирного существования, но ведь это только на поверхности, потому что да, все хотят мира и мира, но за этим скрывались и огромные деньги, которые вертелись во всем этом, нефтяные, да. Вот, и короче говоря, началась волна террора одна за другой, одна за другой, одна за другой. С 93-го года по сейчас прошло 28 лет. За это время, я думаю, погибло от терактов около 10 тысяч. Я не хочу четкую цифру называть, но много тысяч, скажем так, израильтян, мирных граждан. Я сознательно не говорю о военных, да, я говорю только о мирных гражданах, чтобы было обозначение, что террористическая деятельность, да. Значит, как этот алгоритм происходит? Теракт, расстрел машин или взрыв автобуса, то есть эти шахиды, так называемые, которые шли в города, входили в автобусы, где обычно сидят евреи, там, мирные граждане, которые не воюют, и взрывали себя, то есть, вот, понимаете, ты в Иерусалиме, я тогда жил, и ты не знал тогда, очень часто это происходило, ты не знал, войдешь ты в автобус, выйдешь ли ты оттуда живым, был страх, ты осматривал каждого, значит, например, не это ли есть террорист, кто-то там с большой сумкой или что. В кафе взрывались, в общем, короче, Израиль реагировал. И, естественно, реакцию Израиля тут же фиксировали, снимали и прочее, а Израиль пытался реагировать жестко, ну, как следует на теракт, так сказать, понимаете, если у тебя взорвали там, значит, три автобуса, например, да, и погибло, например, там большое количество мирных людей, просто надо как-то защищать это, граждан своей страны, надо реагировать. И эту реакцию подавали как агрессию Израиля против несчастных жителей территории, понимаете. На самом деле Израиль старается максимально точечно реагировать, избегать жест мирного населения, это не всегда получается. Но вот эту вот реакцию подают средства массовой информации без того, акцентированно именно на реакцию Израиля, и очень там как-то незначительно где-то проскальзывает, что же это было такое до того. Поэтому предвзятое идет подача этого конфликта в средствах массовой информации основных, самых рейтинговых на Западе. И, конечно, Израиль со всех сторон подвигается давлению, вот, да, это происходит. И сейчас тоже, вот сейчас конфликт начался с чего? Вот этот эпизод. Вот, волнение, как будто вот невидимая рука всем управляла, знаете, вот как будто бы не было случайности во всем этом, не было спонтанностей. Многодневное волнение на Храмовой горе, ультиматум Хамаса, за этим, в день Иерусалима за этим ультиматумом последовали жесточайшие обстрелы. Они там, значит, за время, что вот пока Израиль, скажем так, вот предыдущий обстрел, допустим, был там полтора года назад, да, все затихло, достигли перемирия, за это время, что они там делают? Они не ведут свою, они, имея власть в этом секторе, не акцентируют внимание на мирных каких-то вещах, на то, чтобы, скажем, повысить социальный уровень их населения, там, и все. Они ведут образ жизни военной, они нацелены на войну. Они строят там заводы подземные по производству ракет, как можно больше ракет откуда-то там по тоннелям, там все, не только производят, но и по тоннелям им передают, Израиль не может все зафиксировать, вот, и готовятся к новому очередному витку. И вот этот виток достал, и они наносят удар массированный во все стороны, да. Сейчас, конечно, мы предприняли некоторые шаги за несколько дней, насколько это возможно, можно расширять, и сколько угодно разрабатывать наземные операции, но все это сопряжено с огромной, с большой кровью, потому что можно избежать большой крови, но это надо много дней рассчитывать эту операцию, да, тем временем летят ракеты, но кое-что уже сделано. Но, с другой стороны, это ведь надо решать кардинально. Ну вот, например, опять будет затишье. Хамас – это организация, по сути, террористическая, и они до сих пор ставят своей целью уничтожение государства Израиля. Если останется там этот Хамас, они опять, так сказать, ну, немножечко их покорежили, скажем, да, наберутся сил и потихоньку займутся своим делом. То есть, как-то надо что-то здесь кардинально менять. Вот, по моему мнению, Израиль, Израиль необходимо перестать иметь дело в политическом смысле с террористическими организациями, которые, кстати говоря, во многом, мы это знаем, они, не Хамас, но вот ОООП, например, ведет свое начало, то есть, она была создана в Советском Союзе практически, под патронажем Комитета государственной безопасности, Ярафат, Организация Союзной Палестины, на них выделялись огромные деньги, а эта организация, еще несколько террористических организаций, так называемых палестинских, которые имели своей целью борьбу против Израиля террористическую. И тогда, в то время, Советский Союз открыто воевал с Израилем, грубо говоря, не то чтобы официально, но тут все вот эти войны, шестидневная война и война судного дня, это все советские советники военные, летчики, очень много вооружения советского, и пытались они Израиль уничтожить, вот эта контора, так называемая. Сейчас Российская Федерация, как бы мы знаем, это не Советский Союз, но тоже есть элемент, как бы контора немножко видоизменилась, как мы знаем, она сейчас, люди, выходцы из нее, они у власти, и они принимают у себя все те же организации, как очень добрых друзей и союзников, мы видим постоянно в Кремле, людей из Хамас, людей из исламского джихада, то Лавров, то Богданов, значит, какие-то там контакты на уровне Лубянки, я не знаю, но наверняка это происходит, я не хочу просто, так сказать, огульно, но раз такое огромное количество контактов на государственном уровне, то есть впечатление, что и за нынешними всеми витками насилия, это тоже не без участия, как говорится, рука Москвы, вот не без участия, дирижерская палочка такая, знаете, ощущение, потому что по совокупности всего, как вот верховодят эти ребята в Кремле, вот это вот волны террора не только в Израиле, они этим хорошо управляют, достигая каких-то своих геополитических целей, понимаете, есть такое впечатление, что не сам Хамас выдвинул, не имея крыши, грубо говоря, такой жесточайший ультиматум Израилю, и такое огромное количество ракет не просто так сюда прилетело, что это какой-то инструментарий воздействия на правительство Израиля, на народ Израиля, чтобы какие-то цели были достигнуты, чтобы были мы позговорчивее, и чтобы шли на какие-то компромиссы, скажем, чтобы, например, да, вот мы два года не имеем правительства Израиля, дестабилизация политической обстановки, а ощущение такое, что этим тоже верховодят, потому что просто так это не может быть, но вот эта дестабилизация в Израиле, она, скажем, способствует укреплению здесь Кремля и Москвы, понимаете, а это и так происходит, здесь очень много влияния в общественном секторе, именно московского, в сознании людей, многих бывших граждан Советского Союза, им очень много агентов влияния, я уверен, но мы не об этом, и вот таким давлением, вот таким, потому что вы знаете, что Бениамин и Тиньяу все время ездят в Москву, пытаясь для себя хорошие условия, вот в Сирии, там, где надо атаковать Иран, иранские, так сказать, какие-то террористические объекты, с оружием и все, ему все время приходится бегать и летать в Москву, чтобы выторговывать это, выпрашивать у Владимира Путина, и такое впечатление, что идет и некоторая манипуляция такая, чтобы, так сказать, для них были лучшие условия, а для нас худшие, чтобы Кремль укрепил здесь свое положение, и мне кажется, что это даже в какой-то степени наследственное в том плане, что они не отказались от идеи реванша, потому что ведь идея товарища Сталина, их бога, будем так говорить искренне, те, кто в власти в России, по сути, их бог Сталин, да, у него была какая идея, когда он помогал Израилю с оружием, ой, независимость, чтобы здесь был, так сказать, его оплот на Ближнем Востоке, чтобы англичанам показать Кузькину мать и утвердиться здесь. Израиль не пошел этим путем, сказали спасибо за оружие, да, здесь идеология была такая, очень, те, кто начинал эту страну, строить лидеров большевистское, большевистское, Сталин здесь был популярен, кивутся, все, но они в большей степени обратились все-таки на Запад, к Америке, там, к Европе, и Сталину это очень не понравилось, и потом уже дальше Израиль стал врагом, арабы стали друзьями, и вот это вот союз этот неразрывный, то есть советская власть, КГБ и арабские экстремисты, они пытались, и арабские страны, которые окружали Израиль, и считали, что его надо уничтожить, они пытались Израиль додавить, и вот мне кажется, сейчас этого нет явно, как в советское время, сейчас вроде бы на поверхности дипломатические отношения, и вроде даже дружба такая, значит, да, но это есть какая-то двойственность, в этом есть, мне кажется, двойные стандарты, то есть такой кнут и пряник, такое ощущение, что Москва использует, понимаете, вот мы сейчас получаем кнут, возможно, потом последуют какие-то пряники, и какие-то позиции наши будут сданы, а Москва усилит, вот у меня такое впечатление, хотя, конечно, сам впечатляет. Сейчас пытается каким-то образом, может быть, участвовать, может быть, точно попытается воспользоваться вот этим конфликтом, для того, чтобы усилить. Да, мне кажется, есть какая-то манипуляция, элемент манипуляции со стороны Москвы, потому что очень именно плотное сотрудничество Кремля с движениями, которые по сути террористические, и они этого даже не скрывают, Хамас, ну, допустим, Хизбалла, они в Ливане, но тоже они, когда им надо, они начинают обстрелы ракетами среднего дальности, хотя Израиль давно вышел из Ливана, и вроде поводов нет, значит, там повод один, ненависть к Израилю, а Хизбалла в России не считается террористической организацией, и мы сотрудничаем, потому что Хизбалла, Иран, это на, мы говорим, в России имею в виду, союзники Ирана и Хизбалла, союзники России там, на той территории, и Асад, и в принципе, вот эта ось Сирия, Иран, Хизбалла, Россия, мне кажется, что она представляет какую-то угрозу для Израиля, и даже вот Владимир Владимирович оговорился недавно, он сказал, что конфликт, вот этот, который сейчас происходит, очень близко от границ России. Да, я, кстати говоря, обратил внимание на это высказание, меня оно вчера удивило, и я не понял, это что, это оговорка, или это реально сигнал какой-то Израиля? Я думаю, что это такая фрейдистская штука, потому что, видимо, он ощущает, что там, где он стоит войсками, там уже и его границы, в общем-то, понимаете, То есть, как вы думаете, он идентифицирует себя в этом конфликте с кем? С террористами или с Израилем все-таки? Вы хотите честный ответ? Да, конечно. Я думаю, не с Израилем точно, с террористами, ну, короче говоря, мне кажется, что он просто манипулирует двумя сторонами, и, конечно, в большей степени на стороне, ну, думаю, вот этих сил, которые... косвенно, в любом случае, Россия связана с... Не на бумаге, не на бумаге, где-то, подковерно, подковерно. На бумаге он скажет, и они скажут, всем пора прекратить насилие. На бумаге они миротворцы и голубки, понимаете? Мирные голуби, надо прекратить насилие, как всегда, сказать, Москва за мир и так далее. Дружба, мир, это все, и это их кредо. Знаете, вот кредо их, какое двойственность, то есть, это и со сталинских времен. Прекрасная сталинская конституция, разговоры о дружбе, о мире во всем мире, на деле разбойники и методы террора, это даже просто официально КГБ об этом говорил. Например, такой генерал Сахаровский говорил, сейчас невозможно ядерная война, значит, генерал КГБ. Ядерная война невозможна, мы максимально будем воздействовать на Запад и на Израиль методами террора. Это его было, и это цитируется, но это известная, в общем, вещь. Я думаю, что нынешние власти, они официально, это, конечно, нигде не декларируют, но где-то они близки этой концепции, и они под спудом, мне кажется, под ковром где-то так, да, за кулиси, это все, в России это все за кулиси, стремятся к какому-то реваншу и укреплению своих позиций на Ближнем Востоке и навязыванию своих условий государству Израиль. Вот, вот что я думаю. Ну, мы же видим, что на самом деле Хамас применяет исключительно российского производства оружия или кустарное, ну, помимо кустарного у них все, что есть, это поставки из России, ну, пусть обходными путями, пусть там через Сирию, или по лицензии российского производства. Но это российские вооружения, российскими вооружениями вот сейчас обстреливают в том числе там, израильских военных, например, говорят, что погиб один израильский военный именно в результате попадания российской ракеты. Харнет, правильно, да, но там не все российское, там есть из Ирана вооружение, но косвенно это связано с Россией, а есть и просто чисто вот ракеты Тульского вооруженного завода, а есть по лицензии сделанные в Китае. Да, безусловно, оружие российское, да. Ну, ведь мы прекрасно понимаем, что в России, когда продают оружие вот соответствующим странам, например, тому же Ирану, они прекрасно понимают, для чего они продают. Конечно, 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 я об этом и говорю, что подковерно, то есть на словах это одно, как всегда, значит, у них вот эта двойная мораль, а под ковром вот эти продажи оружия и под ковром совершенно другие за кулисами, совершенно другие соображения, и мне вот, мне чудится, что нету дружеского отношения на самом деле к Израилю, по-прежнему, хотя номинальные дипломатические отношения и все, что задачи их, они все ставят задачи максимально здесь укрепиться и максимально ну быть здесь, чтобы это был их форпост, скажем так, Израиль, да, чтобы шли такие условия. Ну, давайте посмотрим, вот реально, на самом деле, в чем Россия, российский режим союзничает с Израилем, в каких вопросах, я таких вопросов не вижу, на самом деле, кроме вот этих дипломатических каких-то жестов, типа встретиться и так далее. Туризм, туризм, ну, ну, туризм он везде, как бы, вот, ну, понятно, что, да, я думаю, что, наверное, это касается, я скажу, в чем, видимо, в отношении на данный момент к еврейской общине в России, что вот у Путина это, по сравнению с советской властью, он, конечно, намного более лояльно относится к еврейской общине, вы знаете, вот праздники и свобода, так сказать, ну, в общем, свобода вероисповедания открытая, нет никаких проблем, в этом смысле Израилю важно, и для Израиля это уже много, да, но в остальном, стратегически, нет, мы не стратегические партнеры, ну, нет, нет, я не тоже не вижу ничего, только в плане, по существу, вы говорите о том, что спасибо Владимиру Путину за то, что он не сожрал еврейскую общину в России, да, за то, что он, он обычно, людоед обычно ест людей, да, обычно, сейчас вот мы видим, да, тотальные репрессии в России, но вот евреев пока это обходит, спасибо Владимиру Путину. Пока обходят, но это же может быть, пока вы же понимаете, мы же не знаем, кто придет за ним, а мы знаем, какие есть силы там, которые, так сказать, вот это прилепили, вот это все, то есть гарантии безопасности у евреев нет, понимаете, ну, Израилю нужно, я так понимаю, балансировать на канате между двумя игроками, Соединенными Штатами и Россией, и когда США полностью поддерживают Израиль, да, вот как Трамп, например, который очень много сделал для Израиля, да, да, то наш премьер, мне кажется, сходил с этой дорожки, вот, так сказать, каким-то образом укреплять отношения с Россией, наоборот, так сказать, от этого отходил, уже на Красной площади не появлялся, и так далее, но когда вдруг есть какие-то на Западе давления самостоятельные, вот этот западный либеральный общественный Израиль, приходится как-то искать поддержки там, а это поддержка волка в овечьей шкуре, понимаете, да, ну, да, балансировать, балансировать, скорее, не то, что поддержку, но я так понимаю, что стараться сделать так, чтобы сдержать агрессора дипломатическими методами, это, ну, вроде того, ну, да, у тебя там, так, когда Биби приезжал к Владимиру Владимировичу, и вот, там совместные заявления делались какие-то, вот, против, ну, не против Запада, но, в таком ключе, что вот, ну, Путин сам, вот, если Америка там что-то давила, он в противовес заявлял, мы, друзья, Израиль, у него есть право на самооборону, то есть, там такие идут игры, вот, дипломатические, но, по сути, я считаю, лично, что, конечно, изменилось по сравнению с советскими временами, формально, но где-то вот подноготная остается той же, просто она очень хорошо замаскирована. Да, но Израиль же все равно является частью цивилизованного западного мира, и как Россия может, Россия, российская автократия, может относиться к Израилю, если не как противнику? У меня ощущение, что, ну, вот, если посмотреть на реальные действия, то в горячих точках, ну, например, в той же Сирии, в отношении того же Ирана, Россия союзник сил, которые воюют с Израилем, да, а в чем Россия помогает Израилю, я, честно говоря, не вижу, и, что самое главное, ведь Израиль полностью сидит на американских вооружениях, на американской военной помощи, да, и, опять же, я думаю, что для России, для российской автократии, которая воспринимает это все как конкуренцию, как конкурентов, да, я думаю, что для них это большая проблема. Безусловно, я с вами согласен, более того, некоторые высказывания российских дипломатов очевидно указывают на то, о чем вы говорите, например, там, мог посол России в Израиле сказать, что фактор дестабилизации на Ближнем Востоке это государство Израиль, потому что оно постоянными своими атаками на наших союзников, на Хизбаллу и прочее, да, оно дестабилизирует, то есть, надо, чтобы была стабильность, это надо укреплять силы России, Хизбаллы и террористов на наших границах, и вот это тогда у них будет называться стабильность, то есть, создавать угрозу существования государства Израиля. На самом деле, конечно, присутствие здесь России вот этой, России путинской, мне кажется, в какой-то степени угроза Израилю, вот на дальнюю перспективу, если, это угрожающий момент, то есть, они нам не союзили, то есть, понимаете, просто по сравнению с Советским Союзом, когда не было дипломатических отношений, у нас сейчас есть отношения дипломатические, опять же, отношения к общине, для Израиля это много, но всегда, вот это, я думаю, что наше правительство все прекрасно знает, что, чего ожидать от них, и идет просто действительно балансировка, чтобы это, или если случилось, то как можно дальше, ну, чтобы просто не попасть под этот пресс, вы понимаете, вот в чем дело. Ну вот, вы сейчас, как думаете, сколько продлится вот текущий этот конфликт, как быстро удастся израильской армии отразить, и вот вчера, кстати, я уже напомнил в начале, что Хамас, в общем, запросил перемирия, это хороший знак для израильтян, вот, то, что они так быстро... Ну, да, да, обычно, когда они начинают просить перемирия, дело подходит к концу, это дело нескольких дней, это не будет растянута, там, но так всегда происходило, понимаете же, проблема не в этом, проблема в том, чтобы как в корне решить эту ситуацию, чтобы когда-нибудь возникало. А это можно сделать, в корне решить, вот этот вот, извечный, на самом деле, конфликт, спор, противостояние? Смотрите, конфликт, на мой взгляд, Израиль должен больше проявлять свои инициативы, и правительство наше, более жестко действовать, и эту жесткость в мире примут, мне кажется, когда аргументировано, но мы все время боимся, мы все время, идем на поводу, и оглядываемся, что скажут те, что скажут эти. Как действовали наше правительство, когда действительно реальная была угроза, вот шестидневная война, собрались вокруг армии, еще они никуда не вошли, мы нанесли жесточайший превентивный удар, который потом назвали, что это мы были агрессорами, на самом деле, если бы не нанесли его, Израиля могло быть и не быть. Вот так надо действовать, мне кажется, без оглядки, и примут это, как говорится, знаете, на сленге, схавают, то, что называется. Значит, вот, а что касается переговоров, на мой взгляд, ну, кто я, я же не политик, не советник, с Хамасом дело иметь нельзя, как убедить дипломатическим образом мировое сообщество, что Хамас надо, не персонами, но организацией Донграда, я не знаю, это дело дипломатов, это дело политиков, но по-хорошему, по-хорошему, с этими организациями, которые, по сути своей, не настроены на какой-то реальный диалог, а настроены на терроризм и на их идеи, это уничтожение государства Израиля, дел иметь нельзя политических никаких, и для меня, я считаю, надо возвращаться Израилю к положениям до Осло 93-го, об этом говорить, и разговаривать обо всем с главами местных советов, вы понимаете, что произошло за эти 28 лет? Потому что произошло выращивание нового поколения, если мы так... Нового поколения террористов, вы имеете в виду? Нового поколения, ну, не только террористов, а в принципе, вот люди, которые там жили на тегдопе, до соглашения Осло, у них не было такой... Вообще особой ненависти это не было к Израилю, да, так скажем. Это делали лидеры вот этих организаций, они вот эти пропаганды занимались. Как они там воцарились, на телевидении, в школах, и везде полилась пропаганда на уровне журналов Дельштюрмер и Фолькиш Биабахтер о том, что евреи страшные негодяи, коварные палачи, вот эти карикатуры, и убей еврея, уничтожь Израиля. Это ежедневно, то есть молодые мозги, грубо говоря, с детского сада, люди, новое поколение взращенное, оно же иначе относится к Израилю, поэтому будет все сложнее, чем раньше, но в принципе, все равно говорить надо с людьми ответственными, там такие есть, но не с представителями террористических организаций. Но как это решить на уровне мирового сообщества, убедить, кто же представляет народ, понимаете? Вот это вот сложное, я не знаю. У меня впечатление такое, что в принципе, вот в этой войне ведущие мировые лидеры поддержали Израиль против террористов из Хамаса. Да. По-моему, так. Да, Америка блокировала антиизраильские резолюции, Германия и Австрия тоже очень с нами солидарны, и тоже многие другие европейские страны, Франция там отмалчивается, но у них очень много, знаете, да, мусульманская община достаточно сильная. Да, 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 да. В принципе, ощущение такое, что чаша весов на сторону Израиля, но это в этой конкретной специфическом эпизоде. А вот как это же мировое сообщество убедить, что те, кто вот сейчас развернул войну, они не потому, что вот сейчас им в голову там пришло, а они перманентно такие, и надо прекратить их финансировать, и финансировать другие структуры, и помогать другим структурам, не террористическим. Это вот задача наших политиков и дипломатов, большая задача. Почему не удается убедить мировое сообщество в том, что вот, к сожалению, те деньги, которые, по идее, на гуманитарную помощь палестинскому, я даже не могу сказать, автономии общины, как это правильно назвать, что они все в итоге идут, ну, не все, но по всей видимости, значительная часть идет на помощь террористам Хамаса. Как убедить? Да, 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 да. Это есть. Почему не удается? Я не знаю ответ на этот вопрос. Тут у нас какие-то документальные вещи. Я не знаю, как, понимаете, я же подноготный этой, не знаю, как это все работает. Это необходимо сделать. Почему они это не могут сделать, непонятно. Ведь документы все есть о переводе. Ведь наша разведка может отследить прекрасно, сколько там денег положено в тот А может быть просто финансирование идет из Ирана и тут уже ты ничего не сделаешь? Финансирование из Ирана идет, это отдельная статья, но ведь финансирование павлитинской автономии идет из США тоже и из Европы очень много и именно на гуманитарные цели. Если Израилю, как, знаете, вот как на суде каком-то, да, удастся показать, что идет в карман террористам, а что на гуманитарные цели, ну, может, просто другая страна этого не хочет, та, которая финансирует, не особо. Я не знаю, в чем причина, я не могу это понять. Я не политик, не дипломат, не знаю, какие подковерные там дела, понимаете? Это же вроде бы выглядит просто. Да. Как вы думаете, вот палестинские люди, палестинское общество, оно ведь больше заложник этих террористов или скорее сочувствует им? Как вы видите эту историю? И то, и другое, я думаю. Есть и то, и другое. Есть часть, есть часть, часть народа, которая прекрасно понимает, что это за люди и желали бы и мечтали бы избавиться от них. Но есть молодое поколение, которое взращено вот на этих принципах, очень много там было за эти 28 лет, представляете, сколько? Два поколения появилось, да? Которые уже просто пропитаны ненавистью, то есть есть и есть, понимаете, там, конечно, они все заложники, это понятно, они заложники пропаганды, как, ну вот как, скажем, в России, да, идет с телевизоров пропаганда, да, вот сейчас, и очень многие, так называемые, электорат, партии власти, Единой России, у них мозги, пропаганды, этой вот, псевдорусскости, вот этого всего, что они там делают, так и здесь, и в принципе, ну, это такие методы Геббельсовской, то, что называлось Геббельсовской, можно сказать, советской пропаганды, когда ложь на лжи, ложь на лжи, и ненависть, и этим пропитываются мозги у людей, не все имеют в народе, так сказать, защиту от этого, иммунитет, а уж молодое поколение, это точно нет, есть более пожилые люди, они еще помнят те времена, но все больше и больше тех, кто ненавидит Израиль, именно, солидаризируется, но в принципе, по факту, это мирное население заложники, они так и работают, эти террористы, они подставляют мирное население, уходя под землю, как крысы, знаете, вот, они нанесли удар, ушли под землю, Израиль пытается нанести, а там у них на поверхности одни, так сказать, мирное население, не важно, кому они сочувствуют, но это как бы, да, заложники они, понимаете, это вот такая, да, страшная штука. Хорошо, ну и вот последний пункт, а вот в израильском обществе все-таки есть напряжения межэтнические какие-то, есть такая проблема? Потому что, как я понимаю, вот нынешний виток конфликта, он сопровождается столкновениями еще среди израильских граждан, евреев и арабов, есть такое? Есть, безусловно, но это израильские арабы, да, они которые, это наши граждане, их, по-моему, там около двух миллионов, или, ну, в примеру. Ну, очень существенная цифра, кстати говоря, это 25% от населения, может быть, полтора, давайте, от полутора до двух, неважно, от полутора, тем не менее, это очень большое. существенная, есть целые сектора, где только арабское население, и не то, чтобы они нас любили, но они участвуют в жизни общества, прекрасные доктора, адвокаты, все, но в какие-то моменты кризисные, именно население простое, не те, кто что-то добился там, а простые люди, они выходят на дороги, много беспорядков организовывают, до погромов, не таких, что прям вот, но покрышки, там, выстрелы, воздух, это все, они солидаризируются со своими, как бы, с братьями, конечно, это есть, это не межэтническое, это вот этот арабо-израильский конфликт, он касается граждан Израиля, многие из них лояльны, безусловно, друзы вообще с нами, друзы это не арабы, они за нас, они воюют нашей армией, а с арабами, часть этого населения, конечно, антагонистичны нам, и когда что-то такое происходит, они радуются успехам тех, и неудачам нашим, и да, могут устраивать беспорядки, безусловно, это есть, других этнических конфликтов тут нет, все остальные, и даже я вам скажу более того, есть тут сектор арабы-христиане, тоже довольно основательный, несколько сотен тысяч, с этими людьми никаких проблем нет, вы понимаете, ментальность как меняется, религия уже, да, другая совершенно, и они нормально, в отношениях с Израилем, евреями, толерантные граждане, законопослушные, христиане-арабы, и ничего с их стороны нет, понимаете, о чем я говорю, да, но тем не менее, значит, получается, получается, все дело, естественно, в ментальности, и насколько я понимаю, что вот те, допустим, израильские арабы, которые устраивают вот эти погромы, у них тоже вот эта ненависть к евреям, она же иррациональная, абсолютно, и она же является, она является тоже продуктом медиапропаганды, по большому счету. И продуктом медиапропаганды, и я вам скажу, чего еще, каких-то таких джихадистских течений в исламе, проповеди, которые там читаются многими, значит, священнослужителями, среди израильских арабов, они крайние вещи в себе содержат, это не умеренный ислам, например, вот там в Чечне есть, не панарабизм, так сказать, это умеренный, а здесь такой панарабизм, несколько в сторону джихадизма, и это именно в этом причина, и в пропаганде, но пропагандируют они вот это, не просто там советские принципы, израильные должны быть, а именно на основе теологической, это все делается, ну и плюс рассказывается, что наши, я вам пример просто, чтобы вы поняли, что происходит, вот ко мне приезжает друг, из страны, где я родился, Белоруссия, приезжает друг, я показываю ему, я очень хорошо знаю Иерусалим, и друзьям своим показываю, Масличную гору, Масличная гора, место, которое выше храмовой горы, беру таксиста, арабский таксист, мы выходим там, вместе с этим таксистом, я начинаю что-то рассказывать, своему другу историю этих мест, библейскую, там 3000 лет назад, Давид, все, и вдруг этот арабский таксист подходит, бьет меня там, по плечу хлопает, говорит мне, на иврите, но только, пожалуйста, не рассказывай ему, что здесь было что-то, до нашей мечети Эль-Акса, вот эта библия ваша, все, это все еврейские сказки, этого никогда не было, вы это придумали, для того, чтобы оправдать оккупацию, вы понимаете, и вот эта простая популистская мысль, там, доминирует, понимаете, понятно, да, и все, а на основе этой простой популистской мысли, безграмотной, да, возникают волнения, не поднимается все наше, это никогда вас не было здесь, вы пришли, взяли наше, то есть арабы внутри Израиля, значительная часть израбов воспринимает израильтян, как оккупантов, при том, что они существуют, они существуют за счет израильского же государства, которое им обеспечивает условия, достаточно хорошие сравнения, конечно, 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 они говорят, ваше право, которое вы обосновываете, вот, Библией, это фикция, и так говорят очень многие левые, не арабы, они говорят, зачем нам верить еврейские сказки, вот, Израиль пришел в 1948, пришел на чужие земли, это были арабские земли, идите, докажите, что здесь была ваша Библия, неважно, что они находят там раскопки и документы 3000-летней давности, 2000-летней давности еврейские, это все не имеет значения, главное рассказать, что вот мы неправы, и все с ног на голову поставить, и евреи, и Израиль оказываются такими, знаете, жертвами пропаганды, и объектом для клеветы, вот, и отсюда уже выходит все остальное, из неправды, из лжи, основанной вот на популистских заявлениях, популистских каких-то доктринах, возникает и военный конфликт, понимаете, вот это страшно, если бы можно было спокойно сесть, рассказать историю, рассказать, что здесь происходило, почему мы вернулись, и все, это разложить по полочкам, и сказать, вот вы здесь тоже, что сказала Голда Мир 48-го, и Израиль им, они здесь много очень было их, ребята, оставайтесь здесь, живите с нами мирно, мы не против этого, мы хотим мира, это первые были слова Израиля, ответ был лидеров, лидеров, они сказали своему населению уходить многим, просто сами сказали, уходите, ребята, мы-то потом туда вернемся, то есть просто негативно восприняли саму идею, что вообще Израиль здесь может быть, но я уже не говорю про то, что местные, так сказать, лидеры того времени, во время войны, с кем они сотрудничали, может быть, вы это знаете, Муфти Хаджи Амин, слышали об этом? Муфти Хаджи Амин, он был союзником Гитлера, и в принципе такой духовник местного населения, понимаете, и представляете, он ехал в Германию, ездил и говорил, что ты их высылаешь, сжигай их в печать, вы понимаете, значит, это был духовный лидер до 48-го года местных арабов, понимаете, поэтому это все через барьеры пропагандистской лжи проходит, и Израилю очень сложно, потому что постоянно надо разъяснять на уровне, знаете, как вот адвокат перед судом, подробности и все детали, постоянно, постоянно должны пропагандисты работать и рассказывать Западу, что же на самом деле, что же на самом деле, они всегда хотят слышать, потому что там есть еще какие-то финансовые интересы, вы же понимаете, что 21 страна, арабская шейхи, нефть и все, кровь не дороже нефти, как Гальчик. Ну и, знаете, вот у меня стало вкладываться впечатление, что палестинцы переживают, что о них просто начнут забывать, потому что мы видим, в последние месяцы и годы у Израиля получается налаживать нормальные, современные дипломатические отношения со всеми арабскими странами. Вы совершенно правы. Более того, я вам расскажу о Саудовской Аравии, и сейчас вот мы с Бахрейном, благодаря Трампу, этим соглашением с Объединенными Арабскими Эмиратами, они очень негативно оценивают местных арабов, потому что ничего кроме экстремизма там они не несут, и тем странам тоже. В Иордании в свое время был такой черный сентябрь, когда палестинские арабы попытались свергнуть короля, и Хусейн не сентиментальничал, как мы здесь, он их подавил танками тогда. Все воспринимают вот это местное население как какое-то, вы знаете, ну как бельмо в глазу, что ли, и Саудовская Аравия, например, с нами, когда они у нас хорошие отношения с Саудовской Аравией. Не дипломатически еще, но саудиты сюда приезжают, и они говорят, все бы было хорошо, если бы не наши братья, которые здесь устраивают. Ну то есть, их воспринимают как эдаких сумасшедших, которые фактически дискредитируют сейчас весь остальной арабский мир, который уже давно хочет наконец стать современным и начать торговать. Ну в том смысле, современный мир, насколько это вообще возможно с точки зрения той эволюции, которую они проходят, как культуры. Да, цивильный арабский мир, вот эти страны Персидского залива и все, в основном, да, не хотят этого. Но с другой стороны, а вот Катар, тоже вот очень богатая страна, а мы знаем, что они финансируют Хамас. Там тоже есть, там тоже есть подводные камни, там есть шейхи и очень крупные финансовые кланы, которые вот эту джихадистскую идею финансируют, и Хамас очень подпитывают деньгами. То есть есть и есть внутри этих стран. То есть, так сказать, вот такая. Но еще опасность, если бы не было... Да, еще опасность, мне кажется, из Турции, с ее османскими амбициями. Ну вот, потому что Эрдоган же сказал вчера, что что-то Израиль переходит все красные черты, и мы будем, помогать, как я понимаю, Хамасу, палестинцам, ну фактически Хамасу, так же, как азербайджанцам вот помогли. А это уже, мне кажется, серьезно достаточно, потому что, ну, Турция, это такой достаточно равновеликий с точки зрения военной мощи игрок. Да, значит, откажется Турция. Это член НАТО, у нас турки и атотюрк, и все это по отношению к Израилю, это было более-менее лояльно всегда. Эрдоган, у него какая-то, это какой-то особенный сектор политический в Турции, у него какая-то своя позиция и прочее, и прочее, но он очень часто борецает словами, но ничего не предпринимает. То есть, как бы, все-таки Турция считается нашим более-менее партнером, если можно так сказать. Он играет словами, да, там какие-то у него заявления истерические, посылает корабли с оружием, что-то такое, но я не думаю, что есть серьезная опасность конфликта с Турцией и Израилем. Все-таки Турция же НАТО. Хорошо. Ну и последний вопрос, а вы вот сами, получается, вынуждены были выехать с тех зон, где сейчас идет война, где сейчас падают ракеты, правильно я понимаю? Нет, я это сделал до того, до того, как я приехал, просто я приехал в Иерусалим, чтобы записывать диски, передачи, что там, несколько передач, там, наверное, на радио будет вот свою поэзию, все это переводы Высоцкого, я там исполняю оригинальный Высоцкого и на Идыш, и не знал, что будет происходить. Я сейчас просто, ну, здесь, то есть, там прерван, например, поезда туда не ездят, туда я, значит, приехал, и там ракеты падают, более того, ракета упала в 30 метрах от дома, где я живу, впервые в том городе, никогда этого не было, но вот на днях там мне прислали фотографии соседи, воронка и скорые приехали, нет, слава уже не было, но в 30 метрах как-то уже были, снаряды подбираются близко, так что, я не от этого уехал, я не знал, что это будет, это просто так совпало, но в принципе вот сейчас, сейчас, например, вернуться я спокойно туда не могу, да, это правда. Ну, а вот сейчас вы сейчас себя ощущаете в безопасности? Да, в Иерусалиме более-менее. Знаете почему? Потому что по Иерусалиму, во-первых, он очень далеко, во-вторых, они пульнули, конечно, по Иерусалиму, но это по Иерусалиму, когда стреляются такие символические, это очень далеко, и это теряет силу ракеты, она попадает куда-то на пустыри, а вот все, что касается побережья, где от газа, скажем, ну, в радиусе там 120 километров, а юг, это вообще радиус 50-60 километров, там, конечно, очень опасно. В Иерусалиме эти болванки, это символические акты, когда они по Иерусалиму швырнули, и, в общем, так эти болванки там на пустырях и упали. Здесь поле безопасности, но все равно ты понимаешь, что идет война, и что страна находится в состоянии войны, и люди просто в... Я не знаю, как бы это назвать, такая психологическая подавленность ощущается у мирных граждан, очень устали жители, и особенно юга, вы знаете, юг, это просто постоянно подвергается, юг Израиля, вокруг газы, в радиусе 50, скажем, километров, постоянно, это ракеты, ракеты, а вот их кустарные, как вы сказали, вот ближайшие к газе, вот эти все поселки, все, так это не просто постоянно, а это у них, скажем, через раз в два месяца у них там они получают. Ну что ж, прежде всего, я желаю вам здоровья, безопасности, вот в эти непростые времена, я думаю, что в ближайшее время будем надеяться, все-таки, конфликт завершится, и завершится, все-таки, победа израильской армии, которую, как я вижу, это делает все-таки успехи определенные, но на самом деле, на самом деле, конечно, миробезопасности надо желать вообще всему этому региону, потому что страдают, конечно, все, потому что погибают и палестинские жители, которые, вот мы знаем, становятся заложниками, да, вот этих воевиков, так что, ну, тут можно только одно желать, чтобы война закончилась, и, наконец, люди стали жить в 21 веке, а не в 12. Безусловно, безусловно. Для этого коренным образом решить еще и закончить войну, и политически решить, чтобы не возобновлялось это все время. Вот эти организации, это проблема большая. Ну, будем надеяться, что пока на данном этапе просто хотя бы остановить вот это кровопролитие, которое есть. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное, Марк. Подписывайтесь на Ньюсейдер и при желании поддерживайте нас через Патреон, где вы сможете получать дополнительный, эксклюзивный контент. Ссылки на Патреон найдете в описании к этому видео, в первом комментарии к нему. Там же вы найдете ссылки и на другие ресурсы, платформы, через которые вы можете нам помочь, в том числе, например, через Биткоин. С вами был Александр Кушнарь. До встречи и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok